МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто и почему в этом году лучший воспитатель года 2015 в Самарской области? Педагог прекрасен детьми. И все, что мы делаем, это для детей, двоими детьми. Что нужно знать и уметь, чтобы стать учителем года? Учитель года – это такой камертон, с которым сверяют свою работу все остальные учителя. С чего начинается профессия медика? Это у нас дядя потенциальный, это у него его желудок. Посмотрите, вот, такой нормальный желудок. Воспитатель детского сада – первый, кто после родителей учит простым вещам и понятиям окружающей жизни. Делать что-то своими руками, отличать хорошее от плохого, уважению и дружбе. Его работа особенно ответственна. Педагогика вообще не терпит случайных людей. Только те, для кого воспитание – действительно призвание, остаются в ней надолго. Именно для них в области проходит уже шестой год конкурс «Воспитатель года». В этом году в финал вышли 32 воспитателей и 20 методистов со всей области. Задача у всех одна – воспитать в современном ребенке личность. Наша профессия творческая и выходит в финал лучший. Мы отбирали по критериям, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, оценивали мы деятельность с детьми и деятельность с родителями, поскольку деятельность с родителями – тоже один из самых важных компонентов деятельности педагога дошкольно-образовательной организации. Большой город или маленькое село, многолетний или небольшой стаж – талант всегда проявит себя. Обязательные этапы конкурса – визитная карточка с представлением педагогического креда, персональный сайт, открытые уроки с незнакомыми детьми и мастер-класс по авторской методике. Воспитателю года 2015 жюри выбирать было нелегко. Педагоги показали высокий уровень, но победитель должен быть один. Им стала Оксана Любавина из Тольятти, воспитатель 153-го детского сада. Сама росла в семье воспитателя. Победа в конкурсе подтвердила для нее правильность выбранного пути. Ее методика основана на том, что успех воспитания должен находиться в тесном взаимодействии с семьей ребенка. Мы рассматривали многие аспекты дошкольного образования, но прежде всего это активное взаимодействие с родителями. То есть как же построить таким образом взаимодействие с родителями, чтобы ребенок был доволен и возникало доверие со стороны родителей к педагогам. Педагог прекрасен детьми. И все, что мы делаем, это для детей, своими детей. Лучший воспитатель – это прежде всего улыбка. Главное, чтобы тянулись дети к этой улыбке. В этом году конкурс «Воспитатель года» пополнился не только новыми участниками, но и новой номинацией для тех, чья работа сравнима с работой театрального режиссера – методистов. Хотя только победителям достается главный приз, но уважение профессионального сообщества заслуживают все. Благодаря конкурсу ежегодно бесценными наработками и опытом пополняется общая методическая копилка, в которой в дальнейшем могут применять все воспитатели области. Работы, которые предъявляются воспитателями год от года, по своему качеству, по своему уровню методическому растут. И, по сути дела, те разработки, которые они сегодня предъявляют, становятся теми основными методическими идеями, которые будут тиражироваться на всех территориях, благодаря чему общий уровень дошкольного образования у нас в области будет получаться. Оксане Любовиной теперь предстоит подготовка ко всероссийскому конкурсу, который пройдет уже этой осенью в Москве. Юбилейный 25-й конкурс «Учитель года-2015» также проходит сейчас в Самаре. Перед финалом всего две недели на подготовку. Самые яркие и креативные со всей области. 20 учителей от преподавателей начальной школы до старших классов. Все уже состоявшиеся профессии делятся своим опытом. Этапы – традиционная визитка, видеоуроки, дискуссия, открытые уроки и мастер-классы. «Учитель года» – это такой камертон, с которым сверяют свою работу все остальные учителя, все остальные педагоги в школах Самарской области. Образовательная политика отвечает на вопрос, зачем учить, каким должен быть выпускник, каким должен быть гражданин, каким должен быть человек в современном мире. И поверьте, у учителей есть ответы на эти вопросы. И они не раз это с достоинством доказывали. Только за последние четыре года учителя Самарской области трижды входили в пятерку победителей Всероссийского конкурса. А два года назад самарец Владимир Кельдзюшкин, преподаватель истории, стал учителем года 2013. Сейчас директор 53-й школы, принимающий в этом году самый сложный этап открытого урока в незнакомой обстановке. Владимир по своему опыту знает, как трудно увлечь современных детей. Тут поможет только мастерство. Мир, он так очень сильно изменился, и современное медиапространство предлагает разнообразные формы информации. И поэтому учитель, он тоже не должен отставать, и он тоже должен совершенствоваться, развиваться и показывать что-то такое, чтобы детей удивляло. Проблема заключается в том, что люди делают выводы из истории, но часто делают их не такие, какие должны были быть сделаны. Сергей Кучерешко убежден, успехов в педагогике не будет без харизмы самого преподавателя. Умение зародить интересом к предмету. Тема его урока – восстание декабристов. Основной подход – не просто дать информацию, а помочь докопаться до сути. И здесь десятиклассники побывали в роли настоящих следователей-аналитиков. Идея, которую я пытаюсь проводить, это развитие научного мышления. Научного мышления, то есть такого типа мировоззрения, которое не принимает какие-то устоявшиеся или принятые обычно факты на веру, а которое стремится их подвергнуть сомнению. И здесь, может быть, главное даже не самые выводы, которые сделают, потому что они тоже могут быть спорными, а главное то, что просто задуматься, а правда ли. Мне очень понравился урок, было все очень интересно, и вот эта вот необычная форма работы по группам была достаточно продуктивной, я считаю. Очень интересно именно судить и выступать в роли следователя, и действительно это очень интересно. Я ее смотрел достаточно хорошо, я ее знал до этого, а сейчас я еще больше закрепил свои знания, и я думаю, что в следующем году в предыдущем ЕГЭ она мне поможет. Необычно все было, очень интересно все разбирали, мне понравился его урок, я бы готов был учебник походить. То есть, чтобы не один раз, а прям каждый день. В этот же день педагогам предстояло участие в открытой дискуссии, на следующий день финальный этап проведения мастер-классов. И останется ждать результатов. Итоги конкурса станут известны 15 апреля в Самарской филармонии, когда состоится награждение участников и будет озвучено имя победителя и представителя Самарской области на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2015». Какими бы ни были результаты, трехдневный конкурс для всех участников станет своеобразным курсом повышения квалификации. Каждый увезет с собой большой опыт и свежие новые идеи. Это у нас дядя потенциальный, это у нас его желудок. Посмотрите, о, такой нормальный желудок. В русском языке дно – это дно, свод – это свод. У желудка это одно и то же. Это прикол на месяц. И вообще все у нас органы вверх ногами. Сердце у нас основанием вверх, 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 вверх. Вот такой желудок. Вот так на понятном подростком языке рассказывают сложнейшие вещи преподаватели медицинского института. Здесь день открытых доверей для школьников начинают специально с кабинета анатомии. Она – основа медицинской науки, она же и первый тест для потенциальных медиков. Если не пугать, такая сторона профессии – признак верно выбранного пути. Следующий и самый важный признак будущего медика – когда не ты выбираешь профессию, а она тебя. В медицине, зная ответ всегда, нужно было только один характер. Сердобольность. Раз – честность. Два – отсюда вытекает любовь к людям. Не важно, будет он влечить детей, зубки, в самом деле относиться к живому, к добру. Нужно быть доброй, честной, порядочной. Здесь готовят узкоспециализированных врачей, фармацевтов, стоматологов, медсестер, социальных работников. Путь становления медика длительный, к этому тоже нужно быть готовым. Институт, интернатура и клиническая ординатура. Всего около 8 лет. Но школьников, которые уже планируют связать свою жизнь с медициной, этим не удивишь, они начинают готовиться к поступлению уже сейчас, изучают медицинскую литературу. А такие экскурсии – возможность прикоснуться к профессии во всех смыслах. Мне больше понравилось то, что дали потрогать кости. Вот как бы слепок мозга, все строение человека, как бы рассказали, даже заболевания некоторые рассказывали, много информации получил для себя, даже которой нет учебников. Я хочу стать хирургом, то есть это, ну как бы лечить людей, там тоже всякие разные случаи встречаются. Это очень, ну, интересная такая профессия. Я, может, сюда пойду учиться, но после 9-го я обязательно пойду в Кольщице сначала учиться. Потому что, ну, как бы опыт для медика очень важен. Врач – человек, всегда готовый служить здоровью людей. Профессия медика благородная и гуманная, и в чем-то даже жертвенная. Смелость, решительность, спокойствие, трудолюбие, чуткость, ответственность – далеко не весь список качеств, необходимых настоящему медику. Медицина не только сложна, но и необычайно интересна. И тот, кто сумеет ее освоить, сможет по праву носить гордое имя врач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова